...на семинаре дополнительной возможности Office 365, на котором мы с вами обзорно рассмотрим возможности Форумс и Суэй, таких приложений, которые входят в пакет Office 365. Меня зовут Максим Олидей, я кандидат экономических наук, сертифицированный тренером компании Microsoft. Microsoft Office – специалист-эксперт по 2012, 2019 и 365 версии продукта. Microsoft Office – специалист-мастер по 2013 и 2016 версии. Этот семинар проходит в рамках поддержки нового курса, который у нас появляется в линейке, и называется «Курс по Office 365». Длится он будет 8 академических часов очно. Требуемая подготовка практически никакая, базовая компьютерная подготовка – это умение владеть компьютером, работать с браузерами. В целом, больше ничего особо не нужно, но можно еще работать с почтой. Так, Елена вернулась, ура-вра. Ну и уровень сложности в данном случае базовый, то есть курс несложный, это не пакеты дебри, мы будем вдаваться в 365 офисе, а те возможности, которые ежедневно используют пользователи этого пакета приложений. В нашей цепочке курсов этот курс заменяет тот курс, который был ранее посвящен 365 офису. Раньше это был курс 50-388, умничные возможности Microsoft Office 365. Теперь он в линейке курсов Microsoft уже в архив сдал, и вместо него появляется новая 365, данная для пользователей 55-164 – это его код. В линейке наших курсов по компьютерной подготовке, он тут отдельным таким блоком выделен, то есть наравне с пользовательскими курсами по Word, Excel, Outlook, он занимает место именно в очереди курсов по компьютерной подготовке, базовой компьютерной подготовке. На этом курсе будут рассматриваться блоки основы 365 офиса, что это такое, зачем он нужен, сегодня тоже немножко об этом поговорим. Дальше на этом курсе будут рассматриваться основы Outlook Online, как получать почту, как управлять календарем и так далее через браузер без установки классического приложения Outlook. Также мы здесь посмотрим, каким образом работают в Skype бизнес, какие есть возможности по обмену сообщениями, по конференц-кулу через это приложение в рамках компании. Также большой блок посвящен SharePoint Online, то есть тому, как создаются внутренние сайты компании, сайты команд, как можно будет выкладывать документы для совместной работы в общее хранилище и как этим потом всем пользоваться, как это настраивать, сделать, чтобы это было красиво и удобно. Ну и еще один модуль программы этого курса посвящен OneDrive Business и OneNote Online, соответственно, как использовать облачное хранилище данных в корпоративном формате, как предоставлять доступ к документам, как совместно редактировать документы. Ну и что такое OneNote Online, тоже очень интересная вещь. Записная книжка, которая позволяет вести записи всем параллельно, вместе, целой командой, все идеи, все какие-то моменты, которые касаются одного проекта, выводить онлайн, чтобы можно было легко любому члену команды доступ к таким записям получать. Ну вот этот краткий обзор программы курса, который у нас стартует в декабре месяце. Сегодня же мы с вами будем из этого курса, ну точнее так, параллельно к этому курсу, рассматривать два модуля, которые включены в пакет 365 офиса, но при этом в рамках курса им времени не осталось, поэтому мы отдельно на семинаре их рассматриваем. Вообще вот наша аудитория целевая по этому курсу, по 365 офису, это сотрудники компании, которые уже перешли на 365 офис, например, вот одна из наших слушательниц, участниц семинара Ирина вполне может участвовать в таком обучении. Вторая категория слушателей, это сотрудники компании, которые собираются перейти, пока еще не пришли, но собираются перейти на офис 365, ну и лицепринимающие решения, те, кто оценивает пока возможность, нужно ли это делать или не нужно. Для того, чтобы обзорно посмотреть все возможности, такие базовые, этого пакета приложений. Вот, преимущество наше в рамках такого курса, потому что курс не новый у нас, он у нас просто заменяет старую версию, поэтому наше преимущество в том, что мы делаем курс довольно простым для любой категории пользователей. То есть, когда обычная компания переходит на 365 офис, переходят все, вне зависимости от того, какие базовые компьютерные навыки они имеют. Мы этим курсом охватываем всех категорий пользователей, включая те, в которых только базовые компьютерные навыки имеются. Также наше преимущество – это опыт, потому что мы уже довольно большое количество компаний за последние 34 года перевели с различных баз, платформ других на офис 365. Это и Lotus Notes, и просто офисные какие-то экченджевые сервера. Мы переводили на угломерную всю компанию, то есть там 10 групп за 2 недели, за 3 недели всех сотрудников обучали. И гибкость, потому что мы можем подстроить программу, если это не плановая группа, а какая-то индивидуальная, корпоративная, под любые запросы. То есть из той программы, которая была озвучена, любые модули можно выбрать, если они меньше компанию интересуют. И можно добавить какие-то другие, если они интересуют компанию в большей степени. Ну и так, в основном, конечно, касается корпоративных заказчиков. Тема же нашего сегодняшнего семинара – это приложение Forms и приложение Swade, которые идут в рамках пакета Office 365. Но они не такие, может быть, большие, ежедневно используемые, но они при этом очень интересные. Мы посмотрим, какие возможности представляет. Сначала посмотрим, правда, Swade, потом Forms, надо будет с нами поменять. Какие есть возможности по представлению информации в красивом интерактивном формате через приложение Swade. И каким образом можно делать формы для обратной связи в Microsoft Forms. Так, для этого нам нужно будет зайти в учетную запись 365-го офиса. Я вот тех, кто был в самом начале, попросила либо зайти в свои учетные записи через сайт Microsoft.com, либо купить, создать личный кабинет на этом сайте, потому что это бесплатно и не должно требовать каких-либо особенных навыков. Просто заходите на Office.com и регистрируйтесь со своей какой-нибудь почтой личной. Ну, можете пока я тут буду рассказывать про какие-то моменты. Ой, не хочу сейчас менять пароль. Ладно, пусть висит. У меня корпоративная наша учетная запись, поэтому я, зайдя на сайт Office.com и введя свои учетные записи, попадаю уже в корпоративный личный кабинет, в котором меня приветствует Office 365, и показываю все приложения, которые мне здесь доступны. И, в частности, в этой панели есть и Swade, и Forms, вот, они занимают свое место. В принципе, в любом месте из кабинета Office 365 личного я могу попасть в нужное приложение, нажав на кнопку в левом верхнем углу, которое называется «Средство запуска приложений». Здесь тоже можно прокрутить, но здесь основные показаны из Office Online. Соответственно, если нажать «Все приложения», то можно и в другие тоже зайти. Ну, так как я здесь на стартовом экране, я, пожалуй, сразу в Swade и провалюсь. Swade – это интересное очень приложение. Оно есть и по классическому варианте, скачиваемое на компьютер, но сейчас я буду через браузер его показывать. Которое позволяет нам формировать информационные письма или резюме, или какие-то презентации в удобном, красивом, интерактивном формате. Причем навыков для создания такого красивого объекта требуется меньше, чем для работы с Powerpoint. Возможности для редактирования, правда, тоже меньше, но это все-таки и не продукт, который только презентация позволяет нам создавать. Когда мы заходим в раздел «Свей», мы можем посмотреть какие-то примеры работ, которые были созданы когда-либо, кем-либо, не нами. Можно выбрать какой-то шагом и стартовать с него, а можно здесь внизу посмотреть какие-то чужие «Свей». Ну, вот, например, давайте выберу я какой-нибудь внутренний информационный бюллетень, нажму на него, и в отдельной вкладочке он мне покажет пример того, что можно сделать в «Свей». Как вы видите, довольно красивая страничка сформировалась. Она не похожа на презентацию, то есть это не посладывая смена изображений. Какой-то текст, ну, уже наезд этого входного изображения происходит, он движется в нашу сторону. Ну, а внизу пошли дальнейшие какие-то текстовые блоки. Название блока, содержимое блока, какой-то даже кусочек Excel здесь импортирован, ну, и дополнительные темы. В данном случае, так как это шаблон, текст здесь какой-то незначимый, то есть вы можете нажать «Редактирование», значит, «Редактирование Свей» и поставить сюда просто свои текстовые кусочки, какие-то текстовые фразы. А можете и картинки добавить. Ну, в общем, база, на основании которой мы все начинаем делать. Ну, в общем, основа для того, чтобы было от чего отталкиваться в просмотре этого инструмента, в его использовании. Вот резюме можно тоже посмотреть. Тоже, к примеру, сейчас в отдельной страничке. И даже показывает, каким образом, где какие блоки можно заполнить. Здесь он представляет внедренный объект Word, из Word Online. Еще один Word-документ, да, здесь импортирован. Ну, в общем, соответственно, по разделам «Распитая информация». Не совсем презентация, все-таки текстовый какой-то фрагмент, но его удобно читать, и его будет удобно читать не только с экрана компьютера, но и можно будет кому-то отправить, чтобы вы смотрели с экрана телефона или с экрана планшета. Есть инструменты внутри «Свей», которые позволяют адекватно масштабировать изображение, чтобы они не портились при переносе на какой-то более мелкий формат. Так, мы же с вами сейчас не будем выбирать никакой шаблон. Мы сделаем новую пустую страницу «Свей». Для этого на экране в разделе «Свей» мы выберем новую пустую страницу, собственно говоря. Хотя можно было и создать «Свей» из документов. То есть, если у вас есть какой-то документ Powerpoint, вы можете его преобразовать в вот такую презентацию «Свей». Наш… Ну, пусть это будет презентация, давайте так ее назовем. Наш «Свей» будет называться «Office 365». Основная тема все-таки такая. И я хочу добавить фоновое изображение, которое будет отверху около заголовка моего показа, моего текста. Для этого можно нажать на кнопочку «Фон», которая находится с левой стороны от вот этой первой титульной фразы. Когда вы на нее нажимаете, у вас с правой стороны открывается панель, в которой можно выбрать, откуда картинку вы хотите вставить. И он предлагает какие-то подборки. Что-то не прогрузилось пока. Фоновое изображение, животные, еда, природа. Можно прямо отсюда взять. Можно выбрать какой-то документ из облачного хранилища «OneDrive». Для этого нужно было сначала их туда положить. А можно поискать картинки на разных сервисах. Можно и видео с YouTube. Это мы тоже будем делать. Но я выберу изображение. И поищу картинки по, собственно говоря, вот этой теме в Office 365. Печатать не лениво, поэтому я просто скопирую и сюда вставлю. И нажму на это, чтобы он поискал. И он будет подыскивать всякие разные картинки. Обратите внимание на галку «Только Creative Commons». У нас есть закон об авторском праве, и мы его все чтим. Очень внимательно за ним следим. И если какая-то картинка подпадает под этот закон об авторском праве, мы стараемся ее не использовать, потому как это чревато последствиями. А те картинки, которые обозначены Creative Commons лицензией, можно использовать либо на бесплатной основе, но при этом либо указывая авторство этой картинки, либо просто автор отказался полностью от прав на это изображение, и ее можно использовать. Вот, поэтому эта галочка здесь есть. Соответственно, вы соблюдаете закон об авторских правах, если используете эти изображения. Прокручиваю этот перечень. Вот здесь есть картинка, которая мне нравится. Она в очень большом разрешении, поэтому она сюда хорошо ляжет. Соответственно, я могу ее выбрать и нажать «Добавить» или просто взять и перетащить в область зефона. Дальше я хочу добавить к этому делу. Давайте сначала посмотрим, что получилось. Можно перейти на вкладку «Конструктор». Вот «История» — это некий поток информации, которую вы выводите. А если вы переходите на «Конструктор», вы можете сразу же посмотреть, что получилось. Он просто написал в 365 поверх той картинки, которую я выбрала. Дальше мы можем добавить сюда дополнительную какую-то информацию. Позвращаюсь обратно в «Историю». И хочу добавить сюда информацию о том, что такое Office 365. Можно нажать на «Плюс», чтобы добавить дополнительную карточку. Карточки могут быть разные. Первый блок, который он представляет, — это рекомендуемые. То есть некие текстовые блоки, изображения или стопка изображений. Или можно уйти в какую-то конкретную группу. Текст может быть заголовком или текстом, текстовым блоком. Мультимедиа — это может быть изображение, видео или какой-то внедренный объект. Или группировка — это такой блок, который может содержать как картинки, так и текстовые блоки в разном красивом соотношении. Ну, то есть ряд, то, что он предлагал нам в рекомендуемых, это как раз из раздела группировки. Так, но сначала я хочу задать сюда заголовок, поэтому пойду в раздел «Текст», выберу заголовок 1. Так, сюда мы вставим текст, что такое Office 365. Ну, даже, наверное, с употреблением с употреблением знаком. И это будет заголовок нашего блока, но еще не сам текст. Сам текстовый блок нужно будет чуть ниже вставить. Можно сюда тоже какую-нибудь картинку добавить. Здесь можно будет выбрать какую-нибудь картинку тоже по этой теме. Где-то здесь был красивый такой мониторчик. Вот, вот этот мне нравится, я его сюда добавлю. Дальше нажимаю еще раз «плюс», выбираю текстовый блок. Это уже реально будет текст, который будет в нашей презентации отображаться. Так, сам текст я, пожалуй, возьму с сайта Microsoft. Там красиво, хорошо отображается информация. Так, Office 365. Вот, вот этот текст мне вполне устраивает. Я его сейчас скопирую и в свой-свои добавлю. Так, немножко, правда, подкорректирую. Я хочу, чтобы было хорошо видно этот текст. А сейчас, если мы перейдем на конструкцию, ну, просто текст, как текст без каких-то акцентов. Самое важное можно подчеркнуть, выделив этот кусочек и выбрав кнопочку «В» в начале, в заголовке этого блока. Мы еще, наверное, выберем, что это облачное решение. И поставлю акцент, что-то типа курсив, да, чтобы он отличался. Но, на самом деле, это сейчас может быть курсив такого цвета. На конструктор перехожу, просто курсив. Просто черное, полужирное, просто курсив. Но если я буду потом менять стиль этого самого свея, то в разных стилевых подборках по-разному будут эти акценты выглядеть. Мы сейчас просто задали, что сделай акцент на этом блоке, а какой конкретно акцент он будет сделать, будет зависеть от стиля. Еще хочу здесь в конце выбрать, что за счет средств Microsoft Office 365 человек сможет совместно работать, создавать, совместно работать, вот так вот, создавать и совместно работать, это тоже будет акцентом. И еще из любой точки мира. Это самое важное в этом блоке, хочу, чтобы на этом был акцент. И еще хочу, чтобы этот блок был, наверное, покрупнее, поэтому с правой стороны в этой карточке, в этом текстовом блоке, можно указать, по-русски это звучит как «задать среднее выделение на этой карточке», имеется в виду то, что как-то ее сделать покрупнее. Перехожу в конструктор, появилась зеленая полоса, это стало покрупнее, немножко шрифт поменялся, но и вроде как акценты хорошо расставлены. Ну, выберем потом еще стили, и будет лучше, наверное, еще видно этот блок. Ну, сейчас уже можно посмотреть картинки, текст, все на блоке поделились. Вернусь обратно в историю и добавлю еще одну строчку. Здесь хочу добавить карточки, в которых будут различные элементы. 365 элементов стартовой страницы, как заходить в личный кабинет. Вот, например, вот эту карточку сейчас добавлю. Хочу, чтобы можно было красиво перещелкивать между ними. Здесь есть вариант группировки. Ну, давайте лучше на группировку пойду. Вариант группировки, который называется ряд. Это картинки, которые будут друг поверх друга находиться. И можно будет щелчком переходить от одной картинки к другой. Смотрится забавно и красиво. Так, здесь у меня будет вот эта вот картинка. Просто перетяну ее в соответствующую группу ряд. Так, где-то тут еще был личный кабинет. Фотографии личного кабинета. Да, вот эту картинку тоже хочу. И еще какой-нибудь третью. Ну, наверное, пусть вот такая будет тоже. Просто перетаскиваю из результатов поиска по картинкам. Так, или вот эту лучше. Сейчас посмотрим, какие пусть будет побольше. Так, дальше у меня вот эти карточки. Как они будут выглядеть в режиме просмотром. В конструкторе они будут лежать друг поверх друга. И можно будет щелкать по ним. В обычном режиме, когда вы уже будете показывать кому-то результаты вашей работы, он сможет щелкать по этим картинкам. Они будут меняться одна на другую. Никакой дополнительной анимации не требуется. Это уже встроенный вариант расположения изображения. Вернусь обратно в историю, чтобы отредактировать еще содержимое. А еще я хочу добавить блок, в котором будут не картинки, а видео. Так, для этого нужно будет щелкнуть по нижней части группы. И добавить новый раздел, пусть это будет заголовок, в котором я напишу видео по теме. И в этом блоке у меня будут какие-нибудь видеофрагменты. Можно добавить через кнопочку плюс мультимедиа и выбрав видео. Появится новая карточка для видео. И, соответственно, его можно будет перетащить. Я хочу его поискать только не в изображениях, а теперь пусть ищет он в Ютубе. По тому же самому запросу. Но я сейчас от тобой хочу свое видео, которое у меня было по этой теме. Поэтому добавлю в поисковый запрос еще свою фамилию. У меня там где-то должно отобразиться, во первых строках, да, вот это видео хочу добавить. Microsoft 365, новые возможности офисных программ у нас на Ютуб-канале выложено. Я хочу его себе добавить. Ну, соответственно, я его перетаскиваю в карточку. Могу еще какую-нибудь подпись, она будет по нижней части видео показываться, но я не буду ее добавлять. Так, в конструктор пойдем посмотрим. Такого среднего размера получается. Видео прямо на страничке. Хочу, чтобы было еще одно видео, но, предположим, я через сам свой, через вот этот поиск, не могу его найти по какой-либо причине, ну, не находится это самое видео. Тогда я могу поискать его в Ютубе просто и использовать код внедрения, который Ютуб генерирует под каждым видео. Сейчас я его найду. Так. О, сразу наш канал и сразу пошла реклама. Так. Нужно будет поискать. Так. Ну, пусть будет его видео, почему нет? Почему бы и нет? Так. Конечно, не по теме, но почему бы и нет? Почему бы и нет? Реклама нам не надо. Под каждым видео в Ютубе вы можете увидеть кнопку «Поделиться» и дальше будет окошко, в котором можно будет выбрать «Встроить» и можно будет скопировать код внедрения. Вот этот код внедрения вы можете скопировать. Ну, давайте я это выберу, видео, почему бы и нет. Ну, а дальше добавить уже в свой дополнительный блок «Мультимедиа» и выбрать внедренный объект, который вы просто вставляете, этот самый код внедрения. Так. Вставляем код внедрения. А он уже дальше сам определит, что это за тип изображения, видео или еще какой-то внедренный объект, и будет его отображать. Пойду в конструктор, вот оно, видео, внедрилось. То есть, если изнутри свои присоздания вы видео найти не можете, можете его найти на канале Ютубе, я, правда, и так не нашла, то вы можете его внедрить следующим образом через код внедрения. Так, еще мы можем добавить какие-нибудь дополнительные блоки. Давайте еще один заголовок, пусть они будут посвящены уже отдельным инструментам, которые мы рассматриваем в рамках этого курса. Ну, например, пусть будет блок «Outlook Online». Копируем просто это название, здесь оно у меня уже есть, добавлю его в раздел «Свей». И еще хочу туда добавить картинку какую-нибудь, пусть будет «Outlook Online». Пусть прямо здесь ищут и полки. Так, он сейчас по Ютубу будет искать, и я выберу по изображению. Так, ну вот совершенно замечательная картинка, можно ее просто сюда перетащить, карточка сама сгенерируется. Дальше можно пойти в конструктор, ой, какая она большая получилась, и посмотреть, что у нас получилось. Ну, это просто страничка, которую можно пролистывать сверху вниз, ее можно настроить, как она будет отображаться. Может быть, вы хотите, чтобы она слева-направо прокручивалась, а не сверху-вниз. Это можно сделать уже в конструкторе при помощи стилей. С правой стороны можно нажать на стиле и выбрать, как будет происходить прокрутка. По вертикали, по умолчанию, или, может быть, по горизонтали. Или, может быть, мы хотим, чтобы это были слайды. Ну, тогда будет прокручиваться нажатием на кнопочку в нижней части. Причем то, что вы потом будете выводить, можно вывести в виде кода внедрения, и оно может быть внедрено на какую-нибудь другую страничку. Также здесь можно будет настроить еще и стиль. Сейчас у нас по умолчанию какие-то шрифты установлены. Ну, и не так, чтобы хорошо было видно, как каждый отдельный выделенный кусочек текста. Но если мы выберем какой-нибудь другой стиль оформления, например, вот этой, вы видите, что перекрашивается все. Текст становится другого цвета. Акценты выделяются тоже каким-то другим цветом. Блоки перестраиваются, местами меняются заголовки разделов, становятся крупными и оранжевыми. Ну, при том, в стиле, который я выбрала. Видео, правда, мелковато становится, но это можно поправить. Это можно выбрать карточку с видео и указать, что вы хотите сделать ее покрупнее, чтобы она была, например, среднего размера. Ну, и вот эту карточку тоже среднего размера. Так, тогда в конструкторе они снова становятся уже более крупными. Так, переставил. Так, более крупное видео. Ну, все будет масштабироваться в зависимости от того, на каком устройстве это будет производиться просмотром. Ну, а дальше можно это сгенерированный свой, а он сразу сохраняется. Сохранить его отдельно как-то не нужно. Когда вы работаете в офис онлайн, в частности, в свой, все, что вы делаете, сохраняется на лету. Можно поделиться и выводить, с кем вы хотите поделиться, кому ссылку вы хотите отправить. Может быть, вы хотите пользователю своей компании предоставить, либо любому пользователю, у кого есть ссылка. Ну, вот пользователи организации только моей компании, то есть только специалисты могли бы просмотреть. Я выберу любой пользователь, у которого есть ссылка. Я хочу, чтобы люди могли просто посмотреть, но не изменяясь, поэтому оставлю просмотр. Ну, и, соответственно, можно дальше эту ссылку скопировать. И я сейчас вам ее отправлю в чат. А вы попробуйте ее открыть, посмотреть, открывается ли у вас то, что я сейчас на коленке собрала. Конечно, идеальный вариант, но чуть-чуть доработать. И презентация по продукту уже готова. Так, наверное, про Spay это все, что я хотела сейчас рассказать. Когда-то его, когда он только появился, называли убийцей Powerpoint и говорили, что он может полностью перестроить ее презентацией. Но, пожалуй, именно с точки зрения презентации его не так часто используют, а в качестве инструмента, который позволяет просто красиво представить информацию, прокручивать ее, при этом без особого напряга, с красивыми визуальными эффектами, использовать этот инструмент мы можем. Так, есть ли у вас вопросы какие-нибудь по поводу этого инструмента, по поводу Spay? Напишите мне, пожалуйста, в чат. Так, у нас есть еще один инструмент. Есть еще один инструмент. Я вот спрашиваю, можно ли к нему уже переходить. Он тоже очень интересный. Ну, вот так вот быстро даже набросать туда картинки, набросать туда фотографии с какого-то мероприятия и разослать, сделать рассылку по почте. Ну, не просто ссылка на архив каких-то фотографий, а красиво пролистывать можно. Но при этом это еще не где-то внешне опубликовано на внешних сервисах, а внутри компании остается. Ну, или наоборот, делитесь вне компанией ими. Так, ну, давайте тогда посмотрим еще один инструмент, который мы можем использовать. Это инструмент Forbes, тоже очень интересный. Он позволяет нам создавать опросы или создавать тесты. Причем, на самом деле, вопрос опроса от тестов отличаться будет не сильно по методике создания. Разница лишь в том, когда вы создаете тесты, вы к вопросам, точнее к ответам на вопросы, можете сразу указать, какой из них правильный. И можете расценить, сколько баллов будет весить тот или иной ответ среди заданных. И сможете собирать статистику. Но статистику можно будет и по опросам, и по тестам вместе собирать. Так, ну вот у меня уже какой-то здесь есть. Я, наверное, давайте его покажу. Я его делала на каноне. Какие-то вопросы задавала. Ну, чтобы сейчас их не печатать, я на отдельный экран их перенесу. Буду оттуда копировать, еще лениво печатать. Вот, ну, примерно то, что будет, как будет выглядеть опрос, который мы сейчас будем делать. И так, так. Наверное, это я сейчас сразу на другой экран скину, чтобы оно мне помогало не заполнять это все вручную. И еще тест можно сделать. Тест будет примерно вот таким образом. Это реальный тест, который я формировала для Toys Group, в котором программа была нестандартная и которому нужен был какой-то отдельный тест, а не тот, который у нас на сайте. Ну, соответственно, вы, как видите, здесь уже у ответов есть правильный вариант. Галочка помечена. При этом все редактируется. То есть, если я решила, что какой-то другой вариант ответа стал правильным, я могу это переделать. И есть сводка ответов. Правда, в этой версии, так как там были персональные данные, ответы были удалены. Вот. Но эти ответы можно собрать, можно графически их представить. И можно даже открыть, импортировать в Excel для того, чтобы анализ произвести. Так, ну и давайте посмотрим, как эту форму можно создать. Здесь в разделе Forms можно будет выбрать сразу, что вы хотите сделать. Создать форму, создать тест. Мы будем делать форму, такую опросную. Форму пока без названия. Я назову ее опрос по Office 365. Просто текст сюда вставляю. Вписания не будет. Так, дальше хочу еще добавить картинку. Ну, картинку я буду добавлять примерно так же, как и в Sway. Я просто Office 365 поищу в сети. Не лень, поэтому я даже вот так вот сделаю. Вот. Так. Так, ну и какую-нибудь картинку. Ну, пусть даже вот эта картинка будет добавим. Ну, будет просто в заголовке. Какая-то другая, чем в прошлый раз я выбирала, но не суть. Дальше нажимаем добавить, и можно выбрать тип вопроса, который мы хотим задать. Первый тип вопроса называется выбор. Я его и на нем пока остановлюсь. Он подразумевает, что ваши опрашиваемые сотрудники или коллеги, или еще кто-то ставят переключатель в какой-нибудь источник. Или вы можете еще разрешить несколько вариантов ответа. Тогда кружочки превращаются в квадратики. Вот они в квадратики превращаются. И тогда человек просто отмечает галочками то, что его интересуют те ответы, которые он выбирает. Первый вопрос у нас будет такой. Какое приложение 365 офиса интересует вас больше всего? Ну, у нас все по 365 офису будет. Почему бы и нет? Так. Картинку не буду сюда добавлять, хотя можно было бы и картинку добавить. Ну, а дальше в качестве ответов выберу название приложения, которое в офисный пакет включен. У меня кончились варианты из тех, которые были предустановлены. Можно нажать так, как добавить вариант. Соответственно, вставляю еще. И у нас есть еще OneDrive for Business тоже в качестве варианта ответа. И OneNote Online. Это будет еще один вариант. Это же не все варианты, которые есть в предметах, не все приложения, которые в принципе в 365 офисе существуют. Есть и другие, которые выходят за рамки того курса. Я приглашаю. Поэтому можно еще добавить вариант в другое. То есть человек сам пишет, чего ему интересно. Может выбрать этот вариант. Причем, человек могло заинтересовать несколько приложений. Поэтому я внизу поставлю переключатель в положение «Разрешить несколько вариантов ответа». И галочки, точнее кружочки превратятся в галочки. Человек сможет отмечать несколько ответов одновременно. Так, не буду говорить, что этот вариант обязателен. Пусть человек захочет ответить, захочет не ответит. Также есть тут еще дополнительные параметры. Можно расположить варианты в случайном порядке, но это имеет смысл. Если вы готовите какой-то тест, чтобы запутать людей, разный порядок делаете, здесь какого-то смысла в этом нету, поэтому я не буду их миксовать. Добавлю еще один вопрос, и это будет текстовый вопрос. То есть тот, на который человек сможет ответить как-то расширенно, свободно, открыто, а не выбирая из каких-то уже готовых вариантов. Но вопрос у меня тут будет такой. Почему вы хотите изучить офис 365? Ну, например, там может быть целая эпохия о том, что 365-й офис – это то, зачем будущее. Или рассказ о том, как компании переходят в 365-й офис, и мы хотим соответствовать стандартам компании. Ну, в общем, что-то. И ответ на этот вопрос может быть достаточно длинным. Поэтому поле для него сделаю побольше, а выбор внизу – длинный ответ. Здесь можно будет много написать. Тоже обязательность не требуется. Еще один вариант – это оценка. Здесь можно будет, нажимая на звездочки, выбрать оценку какому-то параметру. Ну, пусть это будет… Мы уже про свои поговорили, поэтому пусть это будет «Оцените свой» такой вот вопрос. Шкалу можно выбрать самому. По умолчанию пятибалльная, но можно выбрать десятибалльную. Пусть будет десятибалльная. Также можно настроить звездочки, которые нужны, символы, которые будут там. Либо звездочки, человек звездочки ставит, либо число, просто кружочки, которые ставит человек. Нажимаем ту или иную цифру или число. Я выбираю обратно звезда. Так, еще один вариант вопроса – это дата. Если вы хотите, например, собрать какое-то мероприятие и задаете вашим коллегам вопрос, когда они готовы, пусть они предложат даты проведения того или иного мероприятия, вы можете задать им вот такой вот вопрос. Тогда он может, ваш сотрудник, либо задать эту дату в поле, либо выбрать из календаря. Сейчас кнопочка недоступна, но когда форма будет не в режиме редактирования, а уже в режиме работы с формой, там можно будет нажать на календарик и, соответственно, выбрать дату прямо из календаря. У меня здесь вопрос будет такой. Какой день вы хотели бы пройти? Это не просительный знак. Это не просительный знак. О, это вопросительный знак. Так, ну и дату там человек дальше уже будет выбирать. И еще один вариант. Шкала. Нет, а вот рейтинг, почему-то я не подумала об этом. Ну, а пусть будет шкала Леггерта. Здесь мы сможем с вами указать несколько строчек и несколько столбиков. Ну, собственно, человек выбирает вариант какой-то на пересечении такой-то строки, такого-то столбца. Ну, то есть такая получается матрица, в которой можно выбрать большое количество вариантов ответов. Ну, поставить точку там той или иной группе на том или на пересечении. Вопрос у нас к этой шкале будет такой. Оцените свой уровень предварительной подготовки. И тогда у нас навыки, которые мы хотим, чтобы люди оценили, будут строчками. По столбикам будут располагаться оценки этих самых навыков. Оценки, правда, я хочу сделать только три. Плохо, хорошо, отлично. Несколько там таких вариантов, типа удовлетворительно, неудовлетворительно. Можно, конечно, и больше сделать. Но если нужно больше, то я с правой стороны нажму на кнопочку «плюс», у меня еще один вариант появится. Но если оказались лишние, то рядом с вариантом нужно нажать на мусорное ведро, которое выбросит эти варианты из этой таблички. Так, ну и навыков у нас будет три вида. Базовые компьютерные навыки. Просто щелкаем по варианту ответа и вставляем или печатаем свой вариант. Работа с электронной почтой – тоже важный навык. Хорошо, что он был перед посещением этого курса. Ну и добавить в вариант ответа еще одну строчку в эту табличку. Выберу работу в приложениях MS Office. Word, Excel, PowerPoint для того, чтобы оценить совместную работу и как круто, когда можно совместно работать над документами. Так, еще один вопрос давайте добавим. Здесь у нас будет вопрос, который будет называться Net Promoter Score. Собственно говоря, мы даже редактировать его и не будем, потому что это такой прям, вы видите, да, Reserved, то есть это название зарезервированное. Вопрос так и будет звучать. Какова вероятность того, что вы порекомендуете у нас другую коллегу, его редко когда меняют. Это десятибальная шкала, в которой человек должен щелкнуть. Ну, обычно, если в бумажном виде, то обводится. У нас такой вопрос есть и в анкете. Обратные связи, когда люди проходят наш курс, обязательно отвечают на такой вопрос. В данном случае нужно будет щелкнуть по соответствующему показателю, по соответствующей цифре. Ну, где 0 очень низкая вероятность и 10 очень высокая. Кстати, тоже можно подредактировать, если вы захотите. Ну и редактировать будет такая классическая формулировка этого варианта вопроса. Так, ну и, пожалуй, это все вопросы, которые мы добавим. Можно еще поделить их на разные разделы, но это, наверное, более актуально, если вы делаете тестирование по разным темам, разные вопросы задавать. Значит, теперь как это будет выглядеть. Это вот режим редактирования. А я хочу посмотреть, как это будет выглядеть у моих коллег. Можно нажать на руку на кнопку «Предварительный просмотр» и увидеть, как это на страничке на компьютере будет отображаться. То есть, человек прокручивает, заполняет вопросы в такая довольно стильная выглядящая форму, а потом внизу нажимает «Отправить». Но посмотреть можно не только, как это будет выглядеть в компьютере, но и как на мобильном телефоне. Не поедет ли там какая-нибудь картинка, не сместится ли все это. Нажимайте «Мобильный телефон» и смотрите, как то же самое смотрится на мобильном. Так, вернусь назад к редактированию. Цвет мне не очень нравится. Здесь был такой зеленый цвет на заднем плане, когда я просматривала «Предварительный просмотр». Можно наверху нажать на кнопку «Тема» и с правой стороны выбрать какую-нибудь тему оформления. Ну, что-нибудь давайте офисное в прошлый раз. А вот даже можно вот так вот офисное со всякими отчетами. Ну, все подойдет под эту тему. Можно тему дальше тоже настроить, но настройка примерно как своей будет происходить. Я ее сейчас делать не буду. В общем, стилистически эту форму можно еще поменять. Ну, а дальше нужно этой формой поделиться, так же, как и своим. Наверху можно нажать на кнопку «Поделиться». Так, нет, нет, нет. Я хотела еще какие-то параметры настроить. Вот, что я хотела. Чуть правее есть кнопочка «Троеточие» и «Оветвление». Но сейчас мы ее смотреть не будем. Это больше, опять же, к тестированию относится. Если вы задаете какой-то вопрос, и в зависимости от ответа на этот вопрос ветка идет либо вправо, либо влево, вы можете задать витрине. Ну, например, если вы вначале задали вопрос «Укажите ваш возраст», а дальше в зависимости от возрастной категории какие-то разные вопросы у вас будут задаваться. К одной аудитории одни вопросы, к другой аудитории другие, то вы можете задать вот это витрине и его показать. Я же хотела показать параметры. Если выбрать параметры, то с правой стороны можно будет указать, кто может заполнять эту форму. По умолчанию могут отвечать на вопросы только пользователи из моей организации. То есть я бы сейчас предоставила право заполнять эту форму только сотрудникам и специалистам. Но я хочу, чтобы у меня любой пользователь с ссылкой мог это делать, поэтому я выберу переключатель «Может ответить любой пользователь». Дальше варианты есть, как это все ограничить по времени. Если я хочу, чтобы в любой момент вы ответили на этот самый вопрос, то просто стоит галка «Принимать ответы». Если я хочу, чтобы вы не торопились, я могу поставить галку «Датоначало» и разрешить заполнять эту форму только после какого-то времени. Например, сегодня только в 7 часов вечера, когда вы осмыслите то, что вы познали на сегодняшнем семинаре. Или можно поставить дату окончания. Опять же, это в большей степени, наверное, относится к тестированию, к экзаменам каким-то. Но это тоже можно поставить. После этого срока форму просто уже отправляться не будет. Также есть еще варианты расположить вопросы в случайном порядке. Опять же, в большей степени относятся к тестам, потому что в тестах мы немножко хотим заходить наших тестируемых слушателей, тех, кто экзаменуется в форме, в опросе. У нас нет такой цели, поэтому располагать их в случайном порядке смысла нет. Еще можно настроить сообщение с благодарностью. Имеется в виду, что когда человек отправит вам форму, ему выйдет какой-то ответ, и по умолчанию это будет ваш ответ отправлено. Вы можете написать спасибо вам огромное за то, что вы уделили время на заполнение нашей формы. Мы обязательно чтем ваши пожелания и будем в будущем им следовать. Какой-то такой текст приветственный может быть в самом конце. Ну и уведомления можно показать. Нужно ли отправлять респондентам, тем, кто ответил, уведомление по электронной почте, и нужно ли вам получать на электронную почту уведомление о том, что каждый раз кто-то ответил на эту самую форму. Сначала, конечно, это бывает нужно, чтобы следить было проще. Потом оказывается, что писем слишком много, и мы просто уже не справляемся, и тогда, соответственно, эту галочку, может быть, мы и не будем ставить с ними. Вот, в данном случае я изменила только одно, я выбрала, что любой пользователь с ссылкой может использовать эту форму, вот, в параметрах. Ну а дальше я нажимаю поделиться, и опять же, здесь можно тоже было указать, что любой пользователь с ссылкой может это сделать. Можно обратно поменять, это только пользователь из моей организации. Можно, он уже сформировал ссылку, можно ее скопировать. Можно сгенерировать из нее, генерировать из нее QR-код. Дальше этот QR-код распечатать, вывесить где-нибудь на плакате, на двери, еще где-то, чтобы человек мог этот QR-код сочитать с камерой телефона и сразу перейти на страничку опроса и ответить прямо с телефона на этот вопрос. Можно выбрать код внедрения, на какую страницу сети интернет внедрить. Или, кстати говоря, можно этот опрос внедрить в СВИ, такое тоже можно сделать. Или можно выбрать, отправить по электронной почте, и тогда нужно будет перечислять адреса, кому мы все это отправляем. Так, я выберу из всего этого ссылку, так, я уже скопировала ссылку, и я отправлю вам сейчас ее в чат, вы посмотрите, можно ли, сможете ли вы подключиться и ответить на вопросы по этому вопросу. На вопросы по вопросу. Дальше, как только кто-то ответит на этот самый опрос, на странице ответов, я смогу посмотреть, кто ответил, сколько ответили. Ну, кто я смогу посмотреть, только если вы под своей учетной записью это сделаете. Ну, а так как я разрешила заполнять вне нашей организации, я по умолчанию не буду видеть, кто заполнял эту форму. Ну, в частности, я в свое время делала специально отдельное поле, обязательное поле, чтобы человек указал имя, потому что это были сторонние организации, мне нужно было собрать, понимать, кто тестируется. Вот, ну и после того, как вопросы будут отвечены, и они здесь будут отображаться, можно будет в виде круговой диаграммы посмотреть ответы на эти вопросы, и можно будет открыть файл в Excel, в котором будет полная сводка этих самых ответов показана. Так, сейчас попробую показать, где-нибудь у меня есть уже результаты. Ага, вот, ну, спасибо, уже получилось. Смотрите, уже они, ответы какие-то поступили. Ну, соответственно, можно дальше уже, дальше из этого, из этой красоты можно отчет формировать. Можно нажать открыть в Excel. Немножко времени нужно на это. Так, загрузился в файлик. Так, еще кто-то ответил, а я рано слишком загрузила. Ну, ладно. Давай, открывайся. Просто посмотрите, как будет выглядеть этот результат. Ну, я бы успела только пока один человек, когда ответил. Когда отвечал, сколько он времени на это потратил, он или она. Какие ответы давали. Соответственно, все вот это здесь указано. И дальше из этого сводную таблицу, сводную диаграмму, красоту всякую творить можно. Особенно, когда у вас вопросная база, конечно, большая. Вот, ну, это основное, что я хотела сегодня вам рассказать про инструменты SWAY и инструменты FORMS. Есть ли у вас ко мне какие-нибудь вопросы? Так, Елена Анатольевна, эти инструменты доступны вам и в домашнем офисе 19-й версии. Как отдельное приложение, вы этого не увидите, но зарегистрировала себя в личном кабинете на сайте Microsoft.com. Я просто с этого немножко начинала. Бесплатно зарегистрировавши, сейчас, что-то я запуталась в буквах. В общем, если вы зарегистрируете личный кабинет, то вы сможете бесплатно пользоваться этими инструментами. То есть у вас будет, конечно, не такой перечень, как у меня. У меня тут много инструментов, то чего. Но Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online вы использовать сможете. По-моему, даже там чего-то с облачного хранилища тоже есть какое-то небольшое, оно тоже используется. Просто бесплатно. Остальные приложения у меня здесь уже те, которые под корпоративную учетную записью уйдут, они вам не будут доступны, а они не всем доступны, у кого корпоративная учетная запись у нас. Потому что она расширенная, вот, чтобы все опции были. Но и это тоже не всегда бывает так. Не всем они бывают доступны. Вот, а то, о чем я сейчас рассказывала, с ВИИ и Формс, оно доступно, в принципе, всем. Вот, так что приглашаю вас всех на курс 365 и в офисе 8 декабря. Будет проходить комплекс Итаганский. Приходите, расскажу про другие возможности корпоративной стороны офиса 365. Какие преимущества Microsoft Forms перед Google Forms? Так, сейчас не вижу, какие отличия. Ну, в целом, как исходный какой-то момент, очень похожи они по функционалу. Единственное, что Google Forms, наверное, более ранний инструмент. Он раньше появился, чем Microsoft Forms. Вот. Выгода в том, что вы сразу получаете это все по своей сети 365 офиса. То есть, если вы уже работаете в 35 офисе, вам не нужно дополнительные инструменты сторонние использовать для проведения опросов. По функционалу, в принципе, то же самое. Какие-то такие глобальные отличия, наверное, сказать, выявить не получается. В целом, одно и то же, но в своей родной среде вы получаете уже готовые к обработке в Excel результатов. Не нужно никаким импортом заниматься. У нас уже все готово к работе. Вот. Еще вопросы какие-нибудь? Так. Ну, тогда я закругляюсь. Вот. Пишите, звоните. Пожалуйста, Диана, пожалуйста, всем остальным, приходите к нам еще на другие интересные семинары, на занятия. Приходите в участие в 365 офисе, Excel, PowerPoint и другим инструментам. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, что вы нашли время и пришли сюда сегодня. Вот. До новых встреч. Продолжение следует...